В библиотеку второй женской колонии осужденная Мария Прокофьева приходит, как только появляется свободное время. Очень любит читать русских классиков, прозаиков и поэтов. Когда в исправительном учреждении объявили, что ко всемирному дню поэзии надо прочесть любое стихотворение, не сомневаясь, выбрала Мусу Джалиля. Произведение «Чулочки» поэт написал в 1941 году, когда война только началась. Но прозвучал тут голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже?» — сняет мне дядя. На миг и сессовец обмяк. Рука сама с собой с волнением вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим, и кажется, он землю врос. Глаза, как у моей дочурки, во мраке смутным пронеслось. Охвачен он невольной дрожью, застыла в ужасе душа. Нет, ни убить ее не может. И дал он очередь спеша. Ежегодно ко всемирному дню поэзии в мордовских колониях готовят и концерты, и выступления. В этом году с инициативы провести поэтическую акцию выступил председатель общественно-наблюдательной комиссии республики Сергей Маркиянов. Предложили всем. Откликнулись не только любители поэзии, но и те, кто по зову сердца в колонии сам обрел поэтический талант. Например, Андрей Беляев из лечебно-исправительного учреждения номер 19 прочел собственноручно написанное стихотворение. В смертельной схватке наш солдат положил жизнь за это небо, за этот мирный детский сад и за ребенка непоседу. Не каждый верит в чудеса. Солдат живее нас с тобою, он белой птицей сквозь сердца летит, чтоб стать твоей слезою. И нету сил ее сдержать. Горячий дым штурмует сердце. Не повернется время спять. По сторонам не оглядеться. Все участники акции были объединены одной целью – рассказать лучшие на их взгляд произведения своих любимых авторов. Позже эти произведения они прочтут перед другими осужденными. Наталья Тюрина, Наш Новости.